Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Надевать маски, больше находиться на свежем воздухе, заниматься спортом, пить витамины, есть овощи и фрукты. В целях профилактики рекомендуют врачи. Какую угрозу представляет бродячий скот, пасущийся вблизи автомобильных дорог? Какие санкции предусмотрены для нерадивых хозяев? Репортаж Вестей. Воплощена давняя мечта коллектива за время летних каникул в школе Улы Сакон. Благоустроен двор и построили современную спортивную площадку. Чисто там, где не ссорят, отдыхающих на Махаре, в одном из самых живописных уголков республики, просят не оставлять мусора, а убирать за собой. Глава Грачева-Черкесия Рашид Тимрезов продлил режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 и старше лет до 2 октября 2020 года. Соответствующие поправки в указ о введении режима повышенной готовности внесены в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в республике коронавирусной инфекцией. И по сводкам оперативного штаба на сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 6482 человека. Из них 4718 выздоровели. Госпитализированы 326 пациентов. Такие меры предосторожности стоит соблюдать в сезон распространения гриппа. Как уберечь здоровье, когда помимо обычного гриппа существует коронавирус? На эти и другие вопросы ответил главный врач Республиканского центра медицинской профилактики Инвер Байчоров. Подробности у Аслана Гирюгова. Осень и зима – это период распространения различных вирусных инфекций, которым большинство людей всегда было готово. Но в этом году к ним прибавился уже известный всем коронавирус. Как отмечают врачи, человек может заразиться с разумными болезнями – сезонным гриппом и ковидом. И поэтому процесс лечения может усложниться. Профилактика сезонного гриппа – это в первую очередь, конечно, вакцина-профилактика. Организации первичного звена медико-санитарной помощи, городские районные поликлиники получили уже в полном объеме необходимое количество вакцин для профилактики гриппа. Поэтому я призываю жителей нашей республики, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинно-профилактике, все-таки пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жительства. Помимо этого, следует соблюдать масочный режим, больше находиться на свежем воздухе и заниматься спортом, ведь все это помогает укрепить организм. Также стоит принимать витамины. Энвер Байчоров посоветовал проконсультироваться у врачей и получить назначение. Тем более осень богата на овощи и фрукты, в которых витамины в естественном виде. Сейчас на данный момент много очень витаминных комплексов, много иммуностимулирующих препаратов, но все эти препараты, естественно, только по назначению врача, проконсультировавшись спорно с ним. Коронавирусная инфекция, она и так тяжелая инфекция, которая может протекать с двусторонним воспалением легких, а если на это будут накладываться еще и сезонные гриппы, респираторные вирусные инфекции, то, естественно, состояние больного будет гораздо тяжелее. Поэтому, чтобы обезопасить себя, конечно, сделайте вакцину от гриппа. Также стоит не забывать о главных мерах предосторожности. Избегать массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиком, а в общественных местах носить маску. Аслан Гирюгов, Расул Берзиев, Вести Карачаево-Черкесия. Что ожидать от второй волны коронавируса? Этой теме будет посвящен специальный выпуск программы «Горячая линия» на телеканале «Россия-1». На вопросы телезрителей и слушателей радио России будет отвечать министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов. Программу готовит Руслан Кармазов. Куда делась критика из социальных сетей в адрес Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесии? Врачами все вдруг стали довольны или критика была громогласной и беспочвенной? В интернете сейчас тишина. Врачи обращаются к вам с просьбой сидеть дома. Ради вас они будут работать сутками. А будет ли так тихо во вторую волну коронавируса? Министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов обращается к зрителям телеканала «Россия-1» и слушателям радио России с просьбой обсудить здоровье народа. Звоните нам по телефону 220250 и задавайте вопросы. Конечно же, главная тема – это коронавирус. Но и другие болезни никто не отменял. Ковид увеличивает сахар сразу. До 24 у нас пациенты попадали в больницу. Эфир с министром Казимом Шамановым состоится на телеканале «Россия-1» в эту пятницу в 9.15 утра. Руслан Курхмазов, Вести Карачаево-Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью без осадков. Во второй половине дня в горах кратковременнее дождь и гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-10, днем 20-25. В горах ночью до плюс 5, а днем до плюс 15. Центральных и местами в южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-9, днем 23-25 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Бродячий скот бесконтрольно пасущийся вблизи автомобильных дорог является источником повышенной опасности. Сотрудники ОГИБДД Межмуниципального отдела внутренних дел МВД России Карачаевский призывают фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств более ответственно организовать выпас парнокопытных нарушителей правил дорожного движения. Ахмат Халкечев продолжит. Весьма серьезной проблемой остаются дорожно-транспортные происшествия с участием сельскохозяйственных животных, хозяева которых не осуществляют должный контроль за ними. Бесконтрольный скот особенно опасен, даже можно сказать смертельно, в темное время суток, когда водителю сложно вовремя заметить животное и принять меры по недопущению столкновения. Обращаемся еще раз к жителям принять меры по контролю над своими домашними животными, которые могут стать причиной ДТП в тяжких последствиях, в том числе со смертельным исходом. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и все правила дорожного движения. Юрий Беслинеев, житель аула Хумара, рассказывает, что в аварию он попал, когда возвращался домой из Тибирды. Время было позднее и видимость не более 100 метров, и то при дальнем сети фар. Примерно на удалении около 3-4 километров от населенного пункта на проезжую часть неожиданно выскочила гулявшая бесконтрольно возле трассы Корова. От беды водителя и его пассажира спасло то, что ехали они без превышения скорости. Естественно, мы искали, я как раз был с пассажиром, мы искали хозяина, но, к сожалению, так и нашли, не нашли. Так как, естественно, если идет нарушение полностью выгона, допустим, скота в темное время суток, хозяина найти практически невозможно. Хозяева отказываются в данной ситуации. И, естественно, был ущерб. Ущерб, естественно, материально никто не возместил. И, если честно взять, то это не проблема только поселка Тибирды. Потому что проблема практически есть в каждом ауле, в каждом населенном пункте. За текущий год только на территории Карачаевска и Карачаевского района произошло 16 дорожно-транспортных происшествий с участием бесконтрольно пасущегося скота. Из-за безответственности некоторых владельцев скота более 40 человек получили различные ранения и увечья. А двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Школа Аула Ирсакон преобразилась во время летних каникул. Помимо свежего ремонта в кабинетах, благоустроили двор школы и построили современную спортивную площадку. Насколько были необходимы эти изменения в учебном заведении и кто помог улучшить условия пребывания детей в школе, узнавала Альбина Ламкова. В школе Аула Ирсакон произошли заметные изменения. Ее территория радует глаз. Здесь стало красиво и уютно. Но так было не всегда. Только в этом году смогли воплотить давнюю мечту школьного коллектива. Если так вот говорить, конечно же, давно требовалось таких вот вложений. Почему? Потому что вы знаете, что 76-й по сегодняшний день износ амортизации всех, допустим, и отоплений, и коммуникаций, и так далее, и так далее, оно требовало давно вот такого вот вложения. Капитальный ремонт во дворе школ никогда не проводился. Был только текущий. Сейчас же территорию около полутора тысяч квадратов благоустроили. Закупили скамейки и фонари. Территорию выложили брусчаткой. До этого она была покрыта асфальтом, который стелили еще в далекие 70-е. Для девчонок и мальчишек создали комфортные условия и для занятия спортом. Новая беговая дорожка и современная спортивная площадка. В ней есть необходимый инвентарь и освещение, которое позволит проводить занятия в темное время суток. А внутри здания сделали косметический ремонт кабинетов. Коллектив во главе с руководителем школы, с Тмилой Слангеревной, внутри здания всеми своими силами провели, как говорится, косметический ремонт. Включили в программу точка роста, завезли оборудование. В общем, все делается для того, чтобы детям было комфортно находиться в школе и создаются все условия для того, чтобы дети учились. Ремонт и благоустройство территории в школе был сделан на средства неравнодушных людей. Также благодаря спонсорской помощи в прошлые годы отремонтировали школьную столовую, а для нулевого класса закупили мебель. На сегодняшний день сюда вложено уже силами спонсоров около 10 миллионов, не меньше. Поэтому особая благодарность нашим выпускникам Ионов Марак. Вот это сейчас даже работает, это все его люди, его техника. Огромное отдельное ему спасибо. А так, посмотрите, получился стадион красавец. Жителям очень приятно. На данный момент в образовательном учреждении 11 классов. Обучение ведется в первую смену. А общее количество школьников – 170 человек. Альбина Ламкова, Марина Кушпова, Мухаммеда Шибока. Вести Корчаева, Черкесия, Адыхабльский район. В 20 километрах от Тучкулана находится знаменитое Махарское ущелье. Изъюбленное место отдыха и жителей республики и соседних регионов. Сюда с удовольствием приезжают и взрослые, и дети. Здесь есть на что посмотреть. Как отдыхается на Махаре, что хотели бы изменить наши гости, расскажет Ольга Савенко. У подножия горы Черпы-Баши находится живописная поляна Корт-Малы. Именно здесь в середине прошлого века началось освоение Махара. Сначала на поляне построил базу Черкесский завод НВА, затем Киевский политехнический институт, а чуть позже и Ставропольский педагогический институт. Здесь на поляне цивилизация заканчивается. Нет ни сотовой связи, ни телевидения. Из удобств вода в реке и электричество. Но люди не жалуются, они довольны. Как вам здесь отдыхается? Прекрасно. Бог создал рай, и это называется Махара. Мы сюда приезжаем несколько раз за сезон года. Это и зима, и лето, и осень. И каждый раз получаем, ну, я не знаю, такое удовольствие. Создав уникальную чашу на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря, природа щедро заполнила ее до краев роскошным лесом, чистейшим воздухом, от которого кружится голова и солнце. Долина Махара – идеальное место оздоровления для тех, кто страдает аллергией, заболеваниями дыхательных путей. Многие приезжают сюда в начале июня и живут все лето. Собирают грибы, малину, ягоды. С удовольствием каждый год приезжаем и по несколько дней отдыхаем здесь. Мне лично нравится намного больше здесь, чем где-то в шикарных отелях, гостиницах, потому что первоизданная и природа, и условия такие же, как наши деды отдыхали. А еще Махар знаменит своими нарзанами. До них от поляны примерно полтора километра. Можно спокойно добраться пешком, дорога несложная. В нескольких метрах от реки из-под земли бьет несколько мощных ключей. Здесь пять нарзанных источников, и все разные как по составу, так и по вкусу. Вот и Анна, перевозчик из Ставрополя, много где побывала, чего видела. А частенько приезжает на Махар, чтобы поправить здоровье. Мне очень нравится природа, спокойствие, миротворение, которое я получаю от этих пейзажей. Единственное, что огорчает, это культура людей и отношение к своей природе. Это гости из Ставрополя о мусорных свалках на Махаре. Справедливое замечание. Действительно, эта проблема существует. Мусорные свалки на любом курорте из республики, в том числе и на Махаре, не редкость. За чистотой леса приходится следить государственным инспекторам, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. Мешки берем, на машинах выезжаем и собираем мусор вдоль дорог. Вот едет машина, им не зазорно, выпил там, выкинул вдоль дороги, валяется все. Сколько раз мы убираем. Мы сами проводим субботники. Если бы мусорили только жители республики. Но ведь и туристы не всегда ведут себя корректно по отношению к окружающей природе. Очень часто мы видим, как сюда люди заходят, моют ноги, купаются. В основном выпивший народ. Берут ведрами. С этого места обливается, и все это стекает туда. Там обливается, все стекает сюда. А люди остальные приходят, кьют его. Давно известно, чисто там, где для этого создают все условия. Но ведь даже в городе, где на каждом углу стоят мусорные баки, картина примерно та же самая. В государство никто ответственность не снимает. Это его прямая задача – создать условия для утилизации мусора. Когда всюду порядок и чистота, люди начинают соблюдать закон и нормы приличия. Но, может быть, каждому из нас все-таки стоит начать с себя? Смотришь – и чище будет. Ольга Савенко, Расул Берди, Весик, Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Закрытый сезон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова